Девушки отдыхают Неужели выхода нет? На помощь приходит шеф-повар Ельцина Игорь Бачева Это я ставил всегда Михаил Сергеевич Мастер научит, как из бич-пакета сделать деликатес Фансовский рецепт Выбрать правильный хлеб и правильное мясо Я научу вас выбирать то, что не побоюсь давать своим детям Сколько раз нам показывали, как спиртом натирают протухшую колбасу Как сынюшных кур вымачивают в марганцовке И они молодеют на глазах Но все это были рассказы очевидцев пищевых преступлений И вот сегодня впервые с секретами мастерства Делится человек, который сам когда-то химичил Как удалить неприятный запах, чтобы клиент не почувствовал, что его кормят уже испорченными продуктами Итак, внимание, чистосердечное признание бывшего повара Не скрывая лица, он показывает, как в ресторане его заставляли оживлять подгнившее мясо уксусом и специями Все это мы тщательно натираем и оставляем на 2 часа Ловкость рук и никакого мошенничества Через 2 часа, в принципе, все запахи впитываются и их уже не слышно Но качество мяса, соответственно, как вы понимаете, остается тем же Кроме оживления мяса, шеф-повар владеет технологией возрождения овощей Первый этап нарезка Если очень мелко нарезать салат, то, в принципе, для простого обывателя будет совсем даже незаметно, какого качества овощей Часть вторая – заливка Главное – это большое количество майонеза для того, чтобы было непонятно, с чего приготовлен салат Москва, спальный район, продуктовый секонд-хенд Постоянные покупатели, бедные пенсионеры и пионеры ресторанного бизнеса Доча, сделай мне одну курочку по 30 Здесь все по 30, а в соседнем ресторане комплексный обед за 120 А мы удивляемся, откуда демпинг за три блюда Нужно понимать, что за эту сумму приготовили три блюда, такие как салат Первое, второе, и чтобы это было сделано еще из нормальных продуктов, практически невозможно Но даже если кусок мяса или курицы, на первый взгляд, первой свежести, то их окружение, увы, не очень В итоге после такой трапезы – изжога Бывает изжога, потому что жарят на масле, которое не меняется раз от раз Вот этот рацион, он угрожает по развитию гастрита, обострения желудочно-кишечных заболеваний, болезни печени, ожирения Понятно, что после такого ланча уже никакого бизнеса Чего хочется спать, кровь приведет к желудку вместо головы И мысли наши будут от работы достаточно далеки Работа будет непродуктивной в ближайшие 2-3 часа, пока не закончится весь процесс пищеварения Конечно, кроме бизнес-ланча есть и другой выход Из дома можно принести, скажем, бутерброды Но это сухомятка, а нас учили, что в обед нужен суп И в моду вошли так называемые бич-пакеты с лапшой и заварной картошкой Самые бедные слои, наверное, они это едят И правда, ее создали для того, чтобы накормить японцев в голодные послевоенные годы А теперь ее весь мир ест Я вообще не рекомендовала быстрого приготовления ни лапшу, ни картошку Каким образом грамотно приготовить бич-пакет, чтобы лапша имела приглядный вид Об этом в нашей программе расскажет лично шеф-повар президентской администрации А пока важно понять, что один из главных элементов этого перекуса Чистая химия, усилитель вкуса, глютамат натрия В результате этого увеличивается количество рефлюкса То есть кислая содержимая желудка попадает в пищевод Травмирует его, вызывает воспаление В дальнейшем это может быть эрозией, а могут быть и язвы Тот же самый глютамат натрия сыпет и в ресторанный бизнес-ланч Этот эксперимент мы провели со спортсменкой Светланой Мастерковой Сначала ей дали отведать обычный обед Ах, как вкусно! А потом точно такой же, но обильно засыпанный тем самым глютаматом Он более насыщенным вкусом И он, это блюдо, ну на самом деле более яркое Наедаясь вкусной для языка, химией мы часто даже и не знаем, что ее подсыпали И искренне думаем, что это истинный вкус продукта Помимо глютамата натрия, очень часто используется бензоат натрия Он может оказывать влияние на ДНК клеток организма, а также является канцерогеном Так что же делать? Может лучше вообще в обед не есть? Не волнуйтесь, выход есть! Обед можно принести из дома, заказать в ресторане и даже собрать из подручных материалов Сегодня мы научим, как выбрать не просто вкусный, но и полезный обед Итак, встречайте, его бабушка кормила Сталина, а сам он был шеф-поваром у Ельцина и Горбачева Анатолий Николаевич Галкин Анатолий Николаевич, разрешите, я не буду называть всех ваших поварских званий Можно назвать воинское? Большое, офицерское Итак, у нас в студии действующий сотрудник администрации президента И сейчас вместе с офицером, шеф-поваром мы разберемся с тем, что все-таки можно есть во время обеда Но сначала я хочу познакомить вас с Ольгой Беловой Вы спецнополитической кухни в смысле поесть Ольга, ведущая наших новостей, спецнополитической кухни в смысле новостей Нам дано огромное количество бизнес-ланчей Что вы скажете, что из этого многообразия можно есть, а что все-таки лучше бы не употреблять? Тут есть школьные столовые, суши-бары, студенческие Да, здесь, конечно, выбор очень большой Надо смотреть Ольга, вы находите то, что из нашего родного телецентра, то, чем наши с вами коллеги питаются? Так, ну это явно незнакомые для нас бизнес-ланчи Вот, по-моему, вот-вот-вот-вот ближайший к вам Это как раз то, чем обычно питаются сотрудники телецентра Если у них нет возможности выйти на час-другой из Останкиной и нормально поесть Да, вот это вот наш традиционный бизнес-ланч Познакомьтесь Ну что, у нас получается не все так плохо А вот, кстати, школьная столовая Это самый дешевый вариант из того, что мы нашли в Москве Вот это, конечно, по-моему, самое страшное из того, что здесь вообще представлено Давайте я вас познакомлю со своими детьми Они у меня прекрасные соведущие в этой программе Эй, дружище, как тебя зовут? Илья Какая у тебя любимая еда? Пельменинг Скажи, пожалуйста, Илюш, вот ты через год пойдешь в школу Вот тебе такая штука нравится, что тут нам подают? Подают Вот это что такое? Это пюрешка с рыбой Ну, съел бы такую? А почему? Я рыбу, потому что не люблю Разбежали Софья! После такого обеда и не полюбит, я так думаю Здесь вообще непонятно, я не пойму Это пюре и с мясом, то ли правильно, как или рыба, или грибы Здесь вообще непонятно Или курица, да? Или курица такого вида И так же здесь, видите? И перловая, и чуть не капуста там Ну, как это ребенок может вот это скушать? Простой, наивный вопрос Вы попробовать готовы? Не надо Вот это нет Не хочется Мы будем рассказывать Не будем Телевизионные, то есть телевизиончики, получается, питаются чуть лучше, чем дети, да? Нет, конечно Да, ну вот здесь приемлемый такой бизнес-ланч из ресторана Кусочек курицы, рис такой хорошо проваренный, не сильно кашей Здесь грибной супчик, наверное, такой легкий Да, ну вот видите, хорошо, но, наверное, химия Очень такая концентрация сильная У настоящих грибов такого не бывает В любом случае, даже белые, если сухие, вы будете варить, у них концентрация намного нежнее Сейчас вы знаете, какой здесь запах был? А здесь химия Полнейшая Анатолий Николаевич, пройдитесь ответственным офицерским взором Вот что лично вы взяли бы для себя? Смотрите, раз, два, три Да, 10 вариантов Оля, как вы считаете? Давайте посмотрим Вот если выбирать, наверное, я бы остановилась на гречке Потому что, исходя из того, что, ну вот, гречкой не отравишься все-таки, мне так кажется Если вот ты уже обедаешь где-то в каком-то непроверенном месте Слушайте, а к суши у вас какие претензии, чем они вам не нравятся? Вот суши в непроверенном месте я бы тоже побоялась есть Понятно, оливье Честно вам скажу Оливье меня смущает майонез Суп Оливье страшно Не знаю Пока что наши эксперты уверены только в гречке, я так понимаю Нет, еще уверены, может быть, извините, в винегрете В винегрете Вот им тоже, мне кажется А, наш, родной телевизионный, чтобы нас потом не выгнали, Оля, из нашего места Смотрите, мы сейчас с вами договорим, что думаем Мне кажется, сюда мало что можно подмешать, какой-то химии, да? Масло подсолнечное и овощи Антон Николаевич, вот вы как человек, который знает кухню Не столько политическую, не столько кремлевскую, а вообще кухню изнутри Любого ресторана Что ресторатор отдает на бизнес-ланч? То, что не продали вчера Это ответственное заявление? Ну, по крайней мере, где, наверное, где мне приходилось кушать И видел я это, когда, ну, 90% я говорю, это да Бизнес-ланч, это вчерашняя еда, возрожденная для сегодняшнего дня Для сегодняшнего дня Да? Ну, это уже как-то вы расстраиваете нас Ну, не расстраивай, если это жизнь То есть, получается, вот ваш совет Лучше все-таки бизнес-ланч не выбирать в ресторане? Вы знаете, нужно прийти в ресторан, мне кажется, заказать хороший бульончик Пусть даже с яйцом будет, мне кажется, лучше Взять настоящие овощи натуральные Да, без майонеза, без всякой заправки Друзья мои, пока мы с вами рассуждаем Нашим детям привезли детский бизнес-ланч Как вы это прокомментируете? Вот салат такой, вот, конечно, очень опасный Непонятно что И опять вот детям все это И кукуруза Опасно, я могу Ну, я же... Ну, я думаю, что можно попробовать? Засекаем время Ольга Это куриное мясо какое-то? Я не буду пробовать, нет Вы какая-то прям... Я еще жить хочу, нет Я не буду пробовать, меня очень смущает майонез, меня смущают крабовые палочки, меня правильно смущает кукуруза, потому что она уже какая-то заветрившаяся Это баночная ясно, видно, что одна и непонятного она Ребенку я бы не рискнула Антон Николаевич, если мы сейчас с вами вдвоем пойдем в не самый плохой московский супермаркет Что из всего того, что лежит на прилавке, вы могли бы отобрать для того, чтобы накормить наших лидеров страны? Ну, наверное, яйца только одни, что можно... Я бы яйца там не брала, честно говоря Подождите, правильно я понимаю, овощи нельзя, мясо нельзя, хлеб нельзя, раку нельзя, рыбу нельзя Ольга, вы никогда не задумывались, чем питается сам Анатолий Николаевич, который знает все? Какими-то хорошими, качественными продуктами Никаких магазинов и дорогих супермаркетов Продукты для себя шеф-повар Горбачева и Ельцина предпочитает покупать на обычном рынке А почему у него магазины? Вы знаете, мне кажется, на рынке более выбор, больше Можно и потрогать, и пощупать, и попробовать На этом рынке Анатолий Галкин уже не первый раз Здесь у него знакомые продавцы Правда, прежде они не знали, что их постоянный клиент не просто любитель поесть А высокопоставленный кремлевский кулинар Жалко то, что свежего, конечно, нашего ничего нет Здесь сейчас, в данное время, это все привозное По мнению Галкина, даже на столичном колхозном рынке товар сплошь привозной Что говорить, если даже зелень из-за границы Чья у вас зелень? Откуда? Азербайджан, да? Впрочем, азербайджанская не значит плохая Берем кинзу Да, кто-то его не любит, говорят, что он плохо там пахнет Нет, он хорошо пахнет, надо просто привыкнуть и себя как бы приучить к этому Вслед за кинзой покупаем укроп Не надо вот сильно такую ее прям вот ярко-зеленую Это значит, что добавляет немножко удобрения много Укроп должен быть, он вот такой вот Вот его, вот его реальные Вот видите, какой он? Галкин говорит, если бы брал не для себя, а для наших кремлевских правителей Обязательно надо было бы приобрести пучок рукколы Заморские на этом рынке огурцы, лук и даже картофель Впрочем, с этим надо смириться и понять Как во всем этом привозном разнообразии выбрать лучшее Итак, следите за руками Как правительственный повар выбирает помидоры? Вы просто берете вот здесь вот немножко вот так вот раз-раз И он пахнет помидором Профессионал советует Глянцевые помидоры лучше не брать Скорее всего, они обработаны газом или воском Говорят, там нюхать как-то помидоры Да, нюхают, это знаете, вот говорят, когда пахнет помидор, срез Но видите, какой сухой срез? Это лежало и очень долго Дальше на нашем пути фрукты Ананасы, бананы, авокадо, манго Когда-то все эти плоды, только сорванные с дерева По просьбе Галкина, спецрейсом доставляли первому президенту СССР Сейчас то же самое Шеф-повар хочет выбрать для себя Но в основном на наших прилавках лежат незрелые плоды, лишенные витаминов и пользы Она зеленым сорвана, зеленым сорвана Она никогда не будет хорошей, никогда Она не дозреть здесь никогда И той сочности, которой она должна быть, его не будет И все же Галкин знает, как отличить хорошее от неспелого Вот зеленая манго Оно покраснело в России А вот хорошее Судя по дате, еще вчера висело на дереве Теперь выбираем ананас Он не должен быть мягкий, он такой должен быть не сильно свежий Такой вот, что вот он подсохший уже А нюхать что нужно? А нюхать нужно Вот он прям пахнет ананасом Да, пахнет, да Вот это ананасы и ананасы Такая же ситуация с бананами Все мы покупаем большие Галкины ищут маленькие То, что больше 6 сантиметров в семье Это уже не бананы Это уже корм для скота Из фруктов отечественные на рынке только яблоки Если в партии попадутся червивые Это хороший признак Червь в химически обработанное яблоко не полезен Не очень красивые, но зато не очень стандартные Видите, одно поменьше, другое побольше Вот, ну зато это самое, самое хорошее В крайнем случае яблоки можно купить и импортные Просто обработать сильным кипятком Прямо сразу, раз, чтобы это ушло Из ягод Анатолий Галкин предпочитает малину Даже выращенная в теплице Эта ягода хорошо сохраняет витамины Чего нельзя сказать о клубнике Красиво, невкусно и бесполезно Лучше 6 килограмм мандарин Вот, вот, тоже вот хороший Ну, тоже импортный, не наш Чем 5 килограмм клубники В данный момент Если вам нужна птица, тут как с бананами Выбираем мелкие Они очень вкусные Жарятся моментально Если хотите мясо на суп, лучше брать говядину Это никуда мясо не идет Только для, именно для бульона Так его никто никогда не ел и не ест А на второе – баранину Ведь баран плохой корм не ест Василич тоже любил очень баранину Очень любил шурпу Но, конечно, Ельцин ее больше ел А вот свинину в Кремле не очень жалуют Раньше ели мало В данный момент вообще ее никто не ест Не один наш руководитель Почему не любят свинину? Ну, все-таки считается И тяжелое мясо, и жирное Впрочем, отговорив от свинины Для себя президентский кулинар Купил сало Каждому человеку 30 грамм сала В сутки Это только полезно И так, кажется, мы отоварились Напоследок Галкин напоминает Если у вас мало денег То тут действуйте по принципу Ленина Лучше купить еды меньше Да лучше Шоколадки, чипсы, шаурма И тухлые бизнес-ланчи Заполняют наши желудки в обед Обострение желудочно-кишечных заболеваний Неужели выхода нет? На помощь приходит шеф-повар Ельцина Игорь Бачева Какие вопросы ко мне? Мастер политической кухни научит Как избить пакета Сделать деликатес Как выбрать правильный хлеб И правильное мясо Съесть и не умереть Смотрите после рекламы Ольга, с тем, что называется бизнес-ланчем Мы разобрались Теперь перекусы на ходу И наш знаменитый волшебный холодильник Изобилие какое Вот, из всего этого многообразия Что лично ты взяла бы для себя? Взяла бы или обычно приходится этим перекусывать? Обычно приходится Какие разницы А что, вы прям так сильно отличаются? Очень отличаются Потому что, конечно, надо брать Пуму йогурт Надо брать какие-нибудь хлопья Здоровый образ жизни Да И уж явно не чипсы Ну, реально, что ты берешь? Реально я беру орешки Давайте так сделаем Дети, помогайте мне Дети, помогайте Давайте Илюш, клади на стол орешки Давай Так, мы возьмем орешки Мы возьмем фрукты Ну, это будет идеальный перекус Дайте я хотя бы пофантазирую О здоровом образе жизни Как будто ты вдруг решила Средить за собой Да, да Что и так происходит каждый день Но сегодня ты особенно тщательно Ну, обычно все дело заканчивается С этим прекрасным вот перекусом Есть чипсы? Каюсь, каюсь Иногда бывает Жуткая гадость Стыдно, но удержаться не могу Да Не ругайтесь Нет, вы лучше поругайтесь Чтоб я навсегда забыла про них А поругайтесь, кстати Вот поругайтесь Потому что это вот требует Многие наши мамаши-телезрители Чтобы вот сказать своему ребенку Вот не ешь этого Вот это нельзя есть Жиры, непонятно, химия Соль, специи Все вызывает лишнее желание попить У меня к вам коварный вопрос Вы раз в жизни ели чипсы? Да, иногда тоже бывает Все-таки тянет иногда, да? Могу одну попробовать Но это вообще очень страшно Ольга, жиры, я надеюсь, больше все Я их больше никогда не буду ехать Идем дальше Софья Сонечка Ты здесь, что ты на себя видишь? Ребенок обратил внимание на вафли Можем? Я очень люблю вафли Можно, 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 но нежелательно Были бы овсяные печенья Вот они у нас Вот это хорошо Вот молоко, кстати Сонечка, как ты к овсяному печенью относишься? Сонечка, вообще вот это самое Не любишь, да? Но вообще это надо Это полезно Итак, внимание, дети всей страны Любить овсяное печенье Больше, чем вафли А давайте вот пройдемся по самым популярным нашим штучкам Шаурма Нет Почему нет? Потому что нет Одно слово шаурма Нет, да? Кут-дог Наверное, нет Гамбургер Нет Беляш Нет Ой, нет Чебурек Чебурек Тоже нет? Нет Может быть курица Пусть отварная даже лучше будет Вот это я думаю, что тоже может быть Да, блинчики с творогом Анатолий Николаевич, а вот, допустим, Михаил Сергеевич Горбачев Да, ваш Кто он? Клиент? Можно вы назовете? Охраняемое лицо Охраняемое лицо Итак, перед вами мы ставим следующую задачу Ваше охраняемое лицо Михаил Сергеевич Горбачев Вот как, собственно, и было Чем накормите его? Что касается перекуса, да? Ольга, идем Ну, для этого, наверное, я сейчас и сниму пиджак Если можно, Алексей, спасибо Все-таки Горбачев Да, все-таки Горбачев Руки у нас чистые Чистые Всегда Вот у нас перед нами все, что возможно делать из сухофрукты Такие у нас есть Конечно, можете перекусить Здесь Вот мы два вида, единственное у нас ананасов Вот давайте объясним как раз вот это различие для зрителей Вот эти неприглядного вида ананаса, они куда? Лучше Лучше Они намного Они без сахара Эти все с сахаром и вываренные Вот как должен выглядеть сушеный ананас Сушеный ананас Это без сахара Сахаревой, косой Да Вот самое, что нужно для организма, конечно, это вот самое нехорошее Не обязательно, конечно, делать Вот это ананас мы убираем Это убираем с сахаром много Давайте мы вам даем мисочку Вот Давайте В эту миску вы сейчас собираете то, что съел бы Михаил Сергеевич, даже не бы, а реально ел Да, реально, конечно, реально Ну вот мы с вами добавили ананасы, добавили с вами курагу Можно разрезать вот так, если для дома Что касалось Михаила Сергеевича, мы ему это не резали Миндальные орешки, инжир у нас кладется, орешки другие у нас идут с вами Изюм добавляем Это, по-моему, очень калорийно Калорийно, калорийно, конечно Потом он начал немножко толстеть Это мы все мешаем Вот у нас с вами получились Да, даже дыньку можно добавить сюда У нас с вами получилась вот такая закусочка Это очень хорошо для мозгов Когда наши президенты сидят и что-то пишут и много работают Вот, это я ставил всегда Михаил Сергеевич Давайте сейчас приготовим любимый перекус президента Бориса Николаевича Ельцина Первого президента России Основу, конечно, бутерброда, это, конечно, натуральное мясо Это тамбовский окорок Наверное, все наши сейчас забыли москвичи Вот смотрите, я объясняю Ольге Вот этот тамбовский окорок привез сам Анатолий Николаевич Уже не знаю, из каких спецрезервов, спецзаказов А это то, что мы купили Вроде, ну, на первый взгляд, одно и то же Посмотри Но, в чем отличие? Вот здесь немножечко один оттенок, второй, третий Это нормально? Нет, это не нормально Это обязательно нужно в магазине просить, чтобы это срезали у вас Обязательно Потому что это считается вот именно здесь Вот от кости кровь Вот это нужно обязательно срезать Вот это? Как бы не кровь, но вот это вот красновато Это не дожарено, не докоптили Берем булочку, разрезаем ее пополам Вот прям так для Бориса Николаевича? Да, прям вот так вот для Бориса Николаевича С горчичкой, с хренком? Можно с горчичкой, с хренком С водочкой? Сделать водочкой это обязательно было Серьезно? Да. Все. Вот такой открытый, красивый бутерброд. Все. Итак, это то, чем питаются первые лица страны. Сухофрукты Михаил Сергеевич и бутерброд с тамбовским окром Борис Николаевич. А чем же питаются обычные сотрудники автоинспекции, врачи и наши звезды? Об этом наш следующий материал. Для звезды выкрыть время для еды – целая проблема. Обычно звезды едят то, что хотят, и о пользе трапезы не думают. Но я люблю ерунды. То есть любитель, большой любитель. В топ-10 списка ерунды у Руссо входят картофель фри, гамбургеры, жареное филе в панировке и газировка. Первый должен быть френч фрайс, картофель фри. Обожаю сырного соуса. Села. Русский фастфуд. Бутерброд с колбасой. Такой привычный родом из детства. Мама мне в школу опять же давала бутерброды. Я всегда не приду. В то время колбаса была дефицитом. Поэтому если ты придешь с колбасой, то сразу будет много друзей. Времена дефицита колбасы прошли. Теперь у Шиловой дефицит времени. Обедать некогда, а полезного съесть хочется. В итоге на колбасу Шилова кладет салат. Ест сама. Лучше приготовить бутерброд для того, чтобы думать о работе. И предлагает дочери. Давай, чтобы ты у меня не голодовала, моя хорошая, ладно? Дочка берет, с мамой соглашается, но сама мечтает о фастфуде. Здесь специальные добавки. Которых у меня нет. Да, слава богу. Командир взвода ДПС Андрей Федотов о фастфуде не мечтает. У него все обстоятельно. Первый, второй, третий. И компот. У питанных сотрудник ГИБДД привычная картина на дорогах страны. Здоровому питанию мешает аварийность на дорогах. Часто бывает так, что и ДТП, и вызов, и мало ли какие мероприятия проходят проводимые. Получается так, что по курсу приходится не всегда. Какое-то нарушение обмена вещей все равно происходит. Медики советуют в обед не наедаться впрок. За обедом можно и нужно есть не все. И лучше домашнее. Именно так поступает джазовая певица Виктория Пьер-Мари. Я беру хорошо вот такие вот сбалансированные продукты. Кокосовое молоко Виктория взбивает соевым сыром. Добавляет пассерованное в оливковом масле морепродукты. Дальше базилик, укроп. Не суп, а песня. Пища будет здоровой. Я перемешала мидий, и наш супчик готов. Крем-суп из мидий. Этот суп плюс салат Виктория носит на работу. Ест при всех домашнее и не стесняется. Заботиться о питании сотрудников работодатели должны, но не обязаны. Это комплексный обед, который нам работодатели обеспечивают. Это тот самый редкий случай, когда работодатель позаботился о желудке сотрудника. Нам выдаются талоны, которые мы на кассе подъявляем, которые уже без наличных перворасчетов. Здесь все как при советской власти. И форма зала, и содержание обеда. Вот и сотрудник американского посольства Питер предпочитает советскую столовую американскому фастфуду. Супрасольник, и я забыл имя корешки. Голубцы, спасибо. Недорого и вкусно, говорит Питер. С шеф-поваром согласятся не все сотрудники старейшего автобусного парка Москвы. Полтора часа на комплексный обед. Можно только позавидовать. С первого организм наш, понимаешь, не будет работать, так же, как машина без бензина. Шеф-повар столовой автопарка Елена Бирюкова заморское слово «бизнес-ланч» игнорирует. У нее, как в лучших домах Франции. Первое – это салат. Как говорят французы, ходящие, антре. Самое дорогое блюдо – 50 рублей. И главное – все свежачок. Представляете, расстройство в дороге, что водитель тогда будет делать? Аларм кричать. Тревогу все равно бить надо. Плотные обеды больше вредят здоровью. Врачи рекомендуют легкие, но частые перекусы. Бригада 22. У вас обед. Приятного аппетита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анатолий Николаевич, для большинства из нас главный перекус посреди дня – все-таки это бутерброд на основе хлеба. Да и вообще ни один обед не обходится без хлеба. Не зря говорят. Хлеб всему голова. Научите нас с Ольгой, как правильно выбрать хлеб. Вот, например, батон черного. Вы купили в нашем ближайшем магазине. Что про него скажете? Вы знаете, так, конечно, посмотреть на батон, соответственно, должен пахнуть хорошо хлебом. Понимаете, хорошо пропеченный. Если вы уж берете, то возьмите половиночку, посмотрите на его разрез, на разрез хлеба. Он должен быть плотный, вот без всяких вот этих вот сердцевин, которые у нас вот есть, прогалы. Это плохо промешан хлеб. Соответственно, он должен быть одного цвета, нигде без всякого сырого и все. То, что... И по консистенции он должен быть, конечно, мягкий. Если мы на него нажимаем, он должен воспринимать свою ту, как бы тот объем, в котором он был. Ольга, я расскажу предысторию. Когда мы Анатолия Николаевича звали к нам на передачу, я говорю, приходите, покажете бутерброды для Ельцина. Он говорит, ну, Тамбовский округ я привезу, а где мы в Москве нормальный хлеб возьмем? И вот сидели два ответственных человека, рассуждали, где в Москве взять нормальный хлеб. Анатолий Николаевич. Это, конечно, наша болезнь. Для такого города у нас нет хорошего хлеба. Вот это что, ненормальный хлеб? Ну, вы знаете, я не хочу сказать, что он ненормальный. Но... В Кремле бы такой не подавали? Нет. Почему? Есть... В Кремле даются буханочки, да, такого же хлеба черного. Вот. Но в основном, конечно, это все делается своими руками. Мы тут набрали много всего хорошего. Да, я уже обратил внимание, конечно, хлеб... Нельзя говорить, что хлеб плохой. Грех большой. Понимаете, красивый. Но за красотой может скрываться все, что угодно. И недометция, и химия, и много дрожжей, и кислота. Химия в хлебе. Я понимаю, когда там, не знаю, в концентрированных супах, там, в кетчупе. А здесь... Понимаете, понимаете, для того, чтобы быстро все пекарни... Пекарни. Ну, тоже хлеб не негоден. С семечками, по-моему. Немножечко он уже... Под солнечным маслом. Какой-то картонкой. Да. А как вы так определяете? Вы что, в нем увидели? Да, вот действительно, по каким признакам? Вот вы взяли, у вас стоят две большие корзинки, раз, вот хороший хлеб. Ну, я вот немножко вижу по муке, здесь вот именно... Мы практически работаем на ржаном хлебе, хлеб белый практически не едят. В Кремле белый хлеб почти не едят? Не едят. Или вообще не едят? Ну, очень редко. Это вкусовые какие-то просто предпочтения? Ну, кто-то, да, наверное, боятся поправиться. А весь вот черный хлеб с добавками... Я вообще хлеб, в принципе, не ем. А вот у меня, извините, у меня вот был вопрос по поводу черного вот этого хлеба обычно. Вот он иногда бывает, знаете, совсем плотный такой, а бывает иногда такой пористый прям совсем, вот его разрезаешь. Ну, вы знаете, это может зависеть и качество муки, и замеса, и промеса. На качество это не влияет, вот эта вот его внутренняя плотность. Нет, конечно. Ну, это, конечно, не бородинский, это наподобие бородинского хлеба такого, понимаете? Бородинский хлеб практически ни одна пекарня в Москве сейчас не делает. Кстати, да. Нет той муки, нет того терпения, когда он сукки должен выставить. Как-то бородинский никто не делал. У нас в полмосквы лежит бородинский хлеб. Он совершенно не такой, какой он был раньше. Ну, потому что не умеют, потеряли все, понимаете? Все теряем. Он не такой, как был раньше. Ну, это даже не бородинский. Анатолий Николаевич, в каком регионе России есть самый хороший хлеб? Так очень трудно сказать. Ну, допустим, в Краснодарском крае хороший хлеб. Лучше в Москве? Лучше. Ну, вот этот конкретно, минимум из хорошего зерна, грамота сварена, без всяких черносливов и орехов, сколько должен стоить? Рублей 35. 35? 35. Не килограммовый даже, а 600-700 грамм. А, даже не килограммовый. Не будем говорить фамилии. Здесь у нас одни из первых лиц показывали нам батон за 13 рублей и говорили, что этот хлеб очень-очень шикарный. Этот хлеб есть нельзя, который будет сделан за 13 рублей. Его в рот никто не сунет. Очень плохое зерно, то, которое идет только для корма скотов. Знаете, вот мы с вами здесь стоим, теоретизируем, а половина нашей страны, хочешь не хочешь, питается вот такими штуками. Кто-то их называет, это тот же самый, по сути, хлеб, мука, кто-то их называет бич-пакет. Вот как из вот этого не самого полезного продукта приготовить все-таки что-то плюс-минус полезное. Вот дайте совет. Нет у меня денег, у меня есть 13 рублей 50 копеек. Я покупаю вот эту штуку. Да. Ну, если вы уже ее купили, если вы уже купили ее, пусть там за... Что в принципе Кремле не делают. Что не делают в Кремле, да. Пусть даже эта лапша сделана из муки не высшего сорта, залейте ее хорошим кипятком, не пользуйтесь вы вот этим. Вот это вот нужно все просто выбросить. То есть вся химия получается не вот здесь, а вот здесь? А вот здесь, да. Залейте ее хорошим кипятком и посолите обычной солью. Ели хоть раз такое? Честно. Я уже с чипсами опозорилась. Нет, не ела. Здесь, может быть, один-два раза и попробуйте, ничего страшного не будет. А я вот с рукой позориться, я ел. Было время в студенческие годы, питался, причем я вам хочу сказать, что... Хлебушек можно. Хлебушек можно. Да. Хороший хлебушек можно. Тебе президентский какой или который подешевле? Президентский бери. Давай вот с сыром попробуй вот этот беленький. Беленький возьми с сыром. Вообще вкусный. Итак, лапша, залитая кипятком, не очень полезно. Хлеб за 13 рублей тоже не очень, но оказывается, даже в тех условиях, когда у тебя нет ни газа, ни электричества, ни плиты, можно выжить и накормить себя чем-то очень даже интересным и полезным. Смотрите после рекламы. На помощь приходит шеф-повар Гельцина Игорь Бачева. Какие вопросы ко мне? Мастер политической кухни научит, как избить пакета, сделать деликатес, как выбрать правильный хлеб и правильное мясо, съесть и не умереть. Эти люди вино открывают шурупом, пиво бумагой, охлаждают пиво огнетушителем. Они все делают не так и поэтому называют себя лайфхакерами. От слова life английской жизни, хакинг взломать. Как просто, забавно и неординарно взломать все неприятные вещи, которые происходят в жизни. Сегодня специально для нас взломщики скучной жизни демонстрируют рецепт, как приготовить горячий обед без огня и электричество, когда под рукой нет ни кухни, ни офиса. Итак, для примера, берем форель. Мы кладем нашу любимую форель на двигатель и через пару часов она будет готова. И действительно, зачем стоять у плиты, если и так стоишь в пробке, а там двигатель греется не хуже. Пока добираешься до работы, форель медленно томится под капотом. Только приехал и кушать подано. Главное запах. Да нет, готово, готово точно. Бензином пахнет? Ну что? Бензином не пахнет. Вторая задачка посложнее. У вас уже нет машины, а в вашем офисе нет столовой. Начальник экономит на микроволновке, а вы по-прежнему голодны? Не волнуйтесь. Выход есть. Если есть сеть 220, одна розетка и две вилки. Берем две сосиски, две тарелки, четыре вилки. Втыкаем сосиски, каждый в торец по вилке. Только помните, это смертельный номер. В нашем случае вилки и провода в руках профессионального электронщика. Итак, пускаем ток. Главное не лезть руками. Сейчас горит дуга в сосиске, но в принципе это идет процесс жарки. Вот. Принцип жарки здесь основан на термическом действии тока. Итак, сосиска готова. В качестве гарнира лайфхакеры предлагают попкорн. Приготовить его можно, не отходя от компьютера. Берем металлический стаканчик и две крошечные лампочки. На дно кладем пористую прокладку и стекло. Это элемент накаливания. Делаем в крышке два отверстия. Проводим через них провода и через USB-порт подсоединяем прямо к компьютеру. Пара минут и попкорн готов. Хуже, если приступ голода застал вас в поезде, где нет компьютера, где нет плиты, где розетка одна на весь вагон. Конечно, в вагоне есть титан. Титане кипяток. Вот только температура в нем не 100, а 80 градусов. Оказывается, даже в таких условиях можно сварить и гречку, и даже картошку. Настоящую картошку, а не химическое пюре. Итак, записывайте рецепт. Чистим картошку, режем ее помельче, заливаем воду из титана. Укутываем в полотенце и даем настояться под крышкой 15 минут. Потом сливаем воду. Такую процедуру повторяем ровно три раза. И каждый раз не забываем укутать картошку поплотнее. Потом соль по вкусу, пара помидорок, и наш дорожный бизнес-ланч готов. Большинство наших телезрителей находятся в условиях, когда во время рабочего дня есть только кулер и микроволновка. Но даже в этих условиях можно приготовить вполне себе кремлевский обед. Антон Николаевич, не смейтесь. Смеюсь. Помогите нашим россиянам выжить в этих тяжелых офисных условиях. Конечно, ищется по-кремлевски делается немножко не так. Берется сковородка, наливается немного масла или сливочного, лучше подсолнечного. Кусочек хлеба, тостовый вот этот хлеб, очень обжаривается. Вот такой вот хлеб берется? Тостовый? Да, тостовый хлеб. То есть не вот эти вот изыски? Нет, не надо это. Понятно. Это 13 рублей. Хорошо. Берется этот тостовый хлеб. Ну, кому не нравятся эти корочки, его можно обрезать очень легко. Кто не хочет эти корочки кушать, лучше их обрезать. Данилович, как у вас все так аккуратненько получается? Кстати, у вас значок такой, вилочка и ножик на галстук. Ну, это подарок давнишний такой. От кого? Очень. Алборисовна подарила в 81-м году. Пугачева? Да. Серьезно? Да. А по какому же такому поводу? Ну, так вот, видите. Видите? Нашла, наверное, что-то во мне такое притязательное. Вот. Ну, вернемся к яичнике кремлевской. Есть для дома, если нет такой вот у вас выемки, пойдет обычный стакан стеклянный. А у нас есть стакан вот так вот. Вот так вот, да. Вот мы вынимаем это. Здесь стеклянный. Теперь самое главное. Яичницу никогда не солят сверху. Обычно очень многие хозяйки дома разбивают яйцо и потом сверху солят. Яичницу нужно солить только жиры. Или внизу. Здесь мы вот сейчас делаем, именно уже как бы мы обжарили. Здесь немножко сыпем соли. И самое основное теперь, самое основное. Мы берем яйцо, обязательно помытое и обязательно вытащенное из коробочки, из магазина. Яйцо должно быть мытое. Вот. Мы вот так не ножом, а именно об стол или об край доски. А почему не ножом? Если ножом, у вас может, могут быть, остаться вот именно скорлупа. А, мелкая. Мелкая. Здесь, когда вы стукнете об доску или об стол, никогда это не останется. Теперь мы аккуратно. Сейчас исцеливаем дело. Теперь мы аккуратно, на обжаренное вываливаем сюда яйцо. Вот так у нас получается. И, Оленька, теперь мы можем это ставить в микроволновую печь. Красота какая, сейчас мы ее... Так, Ольга. Ольга, помочь? Меня не возьмут, а кремлевский. Чувствуется, не каждый день вы готовите яичницу по-кремлевски, на микроволновский. У меня все уже растекло. Ольга, рассказываю только тебе эксклюзивный рецепт. Значит, как раньше на Риуси богатыри готовили яйца, когда не было ни огня, ни электричества. Значит, брали носок-портянку. В данном случае холшовый мешок. Прекрасный рецепт. Мне уже нравится. Яйцо. Второй раз нравится. И вот так крутили. Значит, что происходит? Происходит сила трения. Что-то страшное происходит там в портянке. Вот так нужно будет минут 20 крутить. От силы трения яйцо, перетираясь об холстину, потихонечку варится. Это какой-то очень изысканный французский рецепт получит. Так, у нас есть полчаса свободного времени, вы можете потихонечку... Практически готово у нас уже. Мы до такого состояния доводим? Ну да, да, вот такое оно уже готово. Покажите, Анатолий Николаевич, всем. Ну вот практически вот такого вида оно должно у нас быть. Понимаете, белок уже готов. Желток легко так у нас шевелить. Это окончательная степень готовности? Да, это окончательная. Больше не надо. Это достаточно. Пам, зелень. Немножко зелени. Сейчас мы их сделаем. Что-то у вас здесь тоже получилось ваше блюдо? По-богатырски. Анатолий Николаевич, а кто из наших первых лиц вот такие яйца по-кремлевски? Да все мы готовили. Начиная от Михаила Сергеевича Горбачева и заканчивая сейчас нашими президентами. Анатолий Николаевич, давайте по-прежнему вспомним, но все-таки мы обещаем в нашей программе приготовить что-то такое, что не побоимся давать своим детям. Бутерброд можно, а сейчас вот Оленька нам выберет любой хлеб, какой мы можем делать, какой дома. Вот. Мы что делаем? Отрезаем, отрезаем кусочек хлеба. Хорошо, не надо его обжаривать, ничего, именно для детей. Дома всегда можно сделать кусочек курицы. Кусочек курицы. Именно не колбасы? Не колбасы, не надо колбасу. Лучше пожарить кусочек мяса. А я делаю свое, обмакивать и жарить вот это. Тоже верно. Илюк, а вот скажи, пожалуйста, вот это что такое? Мясо. Какое? Мясо кого? Курицу. Любишь такую штучку? Угу. Правильно. Правильно. Это очень... Черного. Черненько, это немножко здесь у нас перчик, мы с тобой его сейчас срежем. Яичница для нашей мамы. Так, вот такие маленькие кусочки филе. Немножко зелени. Так. Кладем сюда. Софья, богатырское яйцо варится 28 минут. Как обычно варят его женщины. Трудись. В то время как богатыри делают бутерброды для детей. Теперь сюда нужно. Итак, пока самый полезный в мире детский бутерброд готовится, пришло время подвести итоги. Чем же все-таки лучше перекусывать, а что лучше не есть во время обеда? Бизнес-ланч и перекус на ходу. Как же выжить в наших тяжелых условиях? Ударники офисного труда и любители бизнес-ланчей. Помните. Первое. Дешевый обед не может быть из дорогих продуктов. Зачастую рестораторы используют отреставрированные продукты. Немного уксуса и мясо как новое. Много майонеза и салат лучше прежнего. Если очень мелко нарезать салат, будет совсем даже незаметно. Какого качества овощи. Второе. Выбирайте то, что испортить трудно. Салат овощной без заправки, рис отварной без подливки и суп овощной без мяса. Я еще уверена, может быть, извините, в винегрете. Третье. Чипсы, булки, беляши и хот-доги категорически нет. Для перекуса на ходу лучше взять йогурт, яблоко, а лучше всего орехи с сухофруктами. Питательно и полезно. Таким набором перекусывал сам Горбачев. Какие вопросы ко мне? Четвертое. Поклонникам быстрой лапши на заметку. Отделите пользу от гадости. Пакетики с псевдо-мясом и жирным маслом в мусорную корзину. Лапшу заварить крутым кипятком. Пятое и самое важное. Для своих детей сделайте бутерброд не с колбасой, а с кусочком отварной индейки или курицы на темном хлебе. Именно это советует шеф-повар первых лиц нашего государства. Как и обещали в нашей программе, все самое лучшее мы предлагаем детям. Итак, бутерброд от кремлевского шеф-повара. Софья, это тебе. Ольга, вам яичница по-кремлевски. Благодарю. Антону Николаевичу мы предлагаем крутить яйцо богатырское, потому что остальными рецептами вы и так владеете в совершенстве. А телезрителям я могу сказать, помните, выход есть всегда, даже если на обед у вас остались всего-то 100 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова